Побережье Азовского моря в нашем районе, где расположен летний оздоровительный лагерь «Ровесник» – отличное место для отдыха. Но небольшое и мелководное Азовское море не так уж и безобидно. При неблагоприятной погоде оно способно преподнести нехорошие сюрпризы. Всегда нужно быть готовыми, чтобы принять срочные меры, обеспечив безопасность детворы, что и было сделано. В конце июля в оздоровительный лагерь «Ровесник» на профильную смену «Интеллектуальный марафон» приехали способные ребята со всего Славянского района. Победители и призеры самых разных олимпиад и конкурсов. Скучать юным интеллектуалам было некогда. Одно мероприятие сменяло другое, жизнь в лагере просто кипела, отдаривая ребят новыми впечатлениями. Все было прекрасно, но свои коррективы внесла природа. Региональный МЧС объявил штормовое предупреждение на Азовском побережье. Сильный ветер создал угрозу появления нагонной волны, что более чем серьезно. Было принято решение об эвакуации детей из лагеря. Сработали все службы, потому что ровесник был предупрежден о том, что надвигается непогода. И было принято решение муниципалитетам о том, чтобы детей эвакуировать. Страшно не было, потому что мы понимали, что мы не одни. За нами стоят все службы района, начиная от МЧС, ЕДДС и заканчивая управлением образования. И мы для того, чтобы не напугать детей, вообще мы придумали игру. Старший вожатый посоветовались, и мы пошли в отряды и говорим, ребят, сегодня мы играем в игру чемоданное настроение. Давайте представим, что мы сегодня уезжаем домой и соберем все вещи и наведем порядок в комнатах. Поэтому, когда пошел сильный дождь, в принципе, дети уже сидели с вожатым в одной комнате и обсуждали какие-то текущие вопросы. Я говорю, ребят, зашла в свой отряд четвертый, говорю, ребят, ну, игра превращается в настоящую эвакуацию. Давайте переходить в игровую. Мы перевели детей в игровую. За нами. Мы еще успели, кстати, покормить детей. Уезжали они не голодные. И пришли автобусы, и мы начали эвакуацию детей спокойно. Конечно, было сделано все, чтобы не допустить тревожных настроений у детворы. Славянские ребята, хорошо отдыхающие в ходе профильной смены, были быстро доставлены к местам своего проживания. Мне здесь очень нравится. Нравятся мероприятия, конкурсы. Нравится столовая. Здесь очень вкусно кормят. Хорошие вожатые, воспитатели. Поддержали, успокоили. У нас была игра, чемоданное настроение. И все спокойно поехали домой. Когда я приехала домой, я по всем очень скучала. И мне очень хотелось обратно приехать. Шестеро школьников из Донецкой Народной Республики, которые отдыхают в ровеснике, были размещены в 23-й школе поселка Целинного. Нас поддерживали сопровождающие, воспитатели, вожатые. Все поддерживали, чтобы мы не переживали. Потом было у нас чемоданное настроение. Потом нас отвезли в школу, в пункт временного размещения. Нас там приняли очень хорошо. Тоже там нас развлекали. А потом на следующий день мы и вернулись сюда. Провожу время с друзьями, которых я здесь нашла. Все, мне нравится все здесь. В лагере «Лебяжий берег» отдыхали дети из Удмуртской Республики. Всего 118 человек. Они были направлены на эвакуационный пункт временного размещения в 23-ю школу. Директор лагеря Елена Никифорова отметила, что все было организовано очень четко. За благовременно меня предупредили о том, что могут быть нагонные явления. И все жители всегда извещаются о том, что такое бывает. Администрация Ачуевского поселения, глава Ачуевского поселения, начальник управления образования Елена Алексеевна Щурова всегда были на связи. И в момент точки отчета эвакуации к нам прибыли автобусы. Мы очень четко, скажем, своевременно погрузили детей в автобусы, собрали тревожные чемоданчики и были эвакуированы в школу поселка Целинный. Но, пользуясь случаем, хотела бы выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в нашей эвакуации. И прежде всего директору школы поселка Целинный Подгорной Наталье Владимировне, потому что школа распахнула двери. Специалисты управления ГОИЧС, администрации района Ачуевского и Целинного сельских поселений, управления образования сработали четко и слаженно. Дети были оперативно эвакуированы и размещены в пункте временного размещения, где все подготовлено для их приема. Большую помощь оказали жители поселка Целинного. Я еще раз убедилась в том, что на территории нашего поселка живут добрые, отзывчивые люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Стоило мне в группу только дать сигнал, что нужно помочь. Появились наши казаки, появились мужчины, папы, бабушки, дедушки. То есть, конечно, не весь поселок, но многие пришли помочь детям, потому что для нас дети – это святое. Быстро были разложены раскладушки. Тут же во главе с главой нашего поселения Ириной Юрьевной Пижановой пришла ее команда, документы. Мои педагоги, которые тут же отозвались, невзирая на то, что они в отпуске. Дети были на входе, у нас уже все комнаты были готовы. Зарегистрировали детей, определились, где мы будем кормить детей. Кормили мы в нашей красивой столовой. Ребята пробыли здесь примерно один день. После того, как обстановка на побережье была признана безопасной, они возвратились в свои лагеря, чтобы продолжить отдых. Погода может преподносить неприятные сюрпризы, но все службы района готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».